Когда жизнь становится похожа на уровень, который ты не можешь пройти в компьютерной игре, тогда хочется бросить. Когда такое происходит, просто нужно выспаться, восстановиться и начинать сначала. Может быть, какими-то другими методами. Когда есть понимание того, что это реально, нужно просто себя убедить в том, что, наверное, мне нужно чуть больше времени. Моё детство у меня ассоциируется с деревней, с улицей, с летом на Волге. Я был спокойным ребёнком, но любопытным, интересным. Наверное, из-за этого он оказался в центре каких-то событий. Я вообще всегда интересовался боевыми искусствами. Мне было интересно вот это противостояние, выяснение, кто сильнее. И никогда я не отказывался от вызовов. В 14 лет я начал заниматься каратэ. Как-то оказался в какой-то конфликтной ситуации. И мне, короче, дал в нос боксёр, и я вырубился. На следующий день я пошёл на бокс, потому что я понял, что мой вид спорта там был не совсем эффективен. Вот так я начал заниматься боксом. Потом кикбоксингом. Потом я выполнил норматив мастера спорта России по боксу. Потом мастера спорта по кикбоксингу. Ну и потом уже профессионалом выступать начал. За деньги. Спорт стал смыслом моей жизни и основной надеждой на социальный лифт, на то, чтобы вырваться из Ульяновска, увидеть мир. Благодаря спорту я развиваюсь и нахожусь в статусе перспективного молодого человека. В Москву я попал благодаря самому первому тренеру и людям, которые здесь отозвались, помогли мне. Я поступил в Ульяновский государственный университет педагогический и в тот год выиграл два первенства страны по юниорам. Ну и объективно нужно было как-то уже расти из ульяновских спортзалов, перебираться в более централизованный зал, туда, где больше спарринг-партнёров, больше возможностей. Сначала было тяжело. Я жил в коммунальной квартире, в комнате, потом поступил в университет, жил в общежитии студенческом. Были определенные сложности, но оглядываясь назад, понимаешь, что все они были достаточно интересными. И если бы у меня была возможность что-то поменять, я бы, наверное, мало что поменял. Потому что эти все условия, они меня закалили во многом. Отец был против, и он в основном решал, как будет и что. В 2004 году его не стало, и нас осталось матушкой, мы вдвоем с братом. Ну и мы как-то уже остались вольны сами решать, что с нами будет происходить. Когда приезжаю в Ульяновск, я заезжаю в себе там в село, и вижу ребят, с которыми учился. Ну, сразу ощущаешь цену тому труду, который вложил в себя. Потому что многие ребята просто там пьянствуют, ничего не делают. Все в тех же домах живут, все в той же одежде ходят. Когда идешь к какой-то цели, она все время ускользает от тебя. Когда жизнь становится похожа на уровень, который ты не можешь пройти в компьютерной игре, тогда хочется бросить. Ну, когда такое происходит, просто нужно выспаться, как-то восстановиться и начинать сначала. Может быть, какими-то другими методами. Когда есть понимание того, что это реально, нужно просто себя убить в том, что, ну, наверное, мне нужно чуть больше времени. Я никогда не задумывался о популярности в детстве. Я не хотел быть известным, я не хотел быть там симпатичным, модным. Я хотел быть всегда сильным, одерживать победы. Когда боец не испытывает волнения, то, как правило, это уже ему пора заканчивать. Чтобы меньше волноваться, я часто представляю себе все до мельчайших подробностей. И чем ближе к бою, я все это каждый раз в голове все прокручиваю, вплоть до каждого мельчайшего движения. Как я буду выходить в клетку, как я буду идти по мосту, как публика будет меня встречать. Настоящие бойцы, наверное, мало перед чем страх испытывают, потому что, если они уже вышли в клетку драться, то что бояться-то? Уже бояться нечего. Это может быть страх поражения, это может быть там страх перед общественным мнением или что-то, перед тем, что тебя там публика как-то не примет. Но, наверное, это точно не страх физической боли. Вообще-то взрывной. Ну, я работаю над тем, чтобы не выходить из себя. Ну, внутри там ядерный взрыв-то происходит, конечно. Ну, наверное, все зависит от обстоятельств. И если я там голодный после тренировки, уставший, чем-то раздраженный, то меня может какая-то даже банальная вещь раздражать. Настоящий мужчина, в моем понимании, это трудолюбивый, добрый, честный человек. Честный, но от слова честь. Свободолюбивый. Человек, который может отвечать ввению современности адекватно. Мой секрет успеха заключается в давно не нами придуманном четверостишей терпении. Труд, все перетрут. Наверное, идеальный день тот, который не повторяется. Цель в спорте – это стать великим в спорте, стать чемпионом лучшей организации бойцовской. К тому времени, когда я подойду к этому поясу, к этому титулу. Что касается жизни, состояться в жизни, стать человеком влиятельным, примером для молодежи, вызывать уважение в глазах мужчин, восхищение в глазах женщин. Одна из моих целей – это обеспечить, конечно, жизнь и старость для моих родителей, для моей мамы, бабушки, брата, помочь им, по крайней мере. Для моих детей. Кстати, моя дочка, вот там Аврора. Ну, она ходит на самбо, но что-то не очень хочет, что-то танцы ей больше нравятся пока. Но она там сама говорит мне, запиши мне на самбо. У меня есть предположение, что она увидела, что в розовом кимоно мальчик ходил, и она из-за розового кимоно туда захотела записаться. Но что-то вот попал, ходит пока. Пока ходит. Для меня спорт – это моя жизнь. Наверное, не спорт, а именно единоборство, правильно сказать. Потому что то, чем я занимаюсь, не все спортсмены признают, что это спорт, но все признают, что это мужское дело. Понятие идеальной женщины, оно не может быть статичным. Оно, наверное, у каждого разное. У человека в 16 лет – оно одно, у человека в 25, оно другое, у человека в 30 – совершенно третье. Вообще спортсменам сложно, знаете, которые очень ответственно относятся к своему ремеслу. Им сложно в плане второй половинки. В конце концов, идеальная женщина – это, наверное, та женщина, которая искренне, несмотря ни на что, по-настоящему любит тебя. В жизни может быть очень много разных ситуаций, где ни внешность, ни социальный статус не сыграют какой-то важной роли. И тогда, на самом деле, понимаешь, кто как относится к тебе. Все внешние факторы, они важны в какой-то степени, очень важны и личные качества. Но есть что-то большее, что позволяет мужчину делать выбор в пользу женщины. Это вот это вот именно заключающаяся в любви самоотверженность, самопожертвование. Самый запоминающийся вкус из тех, которые я на сегодняшний день испробовал – это вкус победы. Его ни с чем не сравнить. Самое плохое – то, что послевкусие у него всегда вызывает опустошение в душе. Потому что, когда ты достиг цели, и тебе больше не к чему стремиться, на себя наступает пустота. Нужно срочно ставить новую цель и идти к ней. Поражение, конечно, не оставляет таких пробелов, как отсутствие цели. Но вкус от этого лучше не становится. Поражение должно открывать глаза на те недоработки, на те ошибки, которые были совершены. Иногда это тот самый шаг назад для того, чтобы разогнаться и сделать еще больше ворога вперед. К поражению нужно относиться так же, как к победе. Да, вообще поражение никому не желаю. Очень неприятно. Продолжение следует...